Субтитры делал DimaTorzok Так, добрый день. Вам слышно, нет? Добрый вечер, уважаемый Николай Тихонович. Да. Вам слышно, нет или видно? Вы нас узнаете, нет? Еще бы. Видно, слышно, видно, слышно. Я все время о вас думал. Я сразу скажу, что у нас записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Не, не, не. Игнат Тихонович, вы говорите, скрываются люди, которые... Мы ни от чего не скрываемся. Ну и слава Богу, я такой же. Вы где были лето-то? Слава Богу. Слава Богу. Мы все под одним Богом. Бог все видит. Я вот ждал, что привезете ребенка-то. Лето-то пожил бы в деревне. Там никто не обидит у нас, но летом... Игнатий Тихонович, вы нас узнали, нет, Игнатий Тихонович? Что сказали? Вы нас узнали, нет, Игнатий Тихонович? Неужели не узнал-то? Вы у меня были, на голубятни мы лазили с ним. Помнишь? Да, еще на собрании были. Это Абдурахман с Нурсултаном. Отлично помню. Нурсултан. Володя сидит, Володя. Володя там сидит. Вон он где, Володя. Подойди сюда. Сейчас. Привет, Володя. Володя. Мир вам. Здравствуй, Володя. Мир вам, мир вам. Маша. Так. Как лето-то прошло у вас? Мы... Лето нормально прошло, Игнатий Тихонович. Вот. Мы смотрим все ролики, смотрим всегда, вот, как вы там. Все, вот, последние, все, вот, события дня ваши смотрим. С Нурсултаном. Вот. Вот. Вот, недавно вам привезли уголь. Вот. Володя все этот самый... Вы попросили помощи Володе. Володя не потребовался. Молодец, Володя. Молодец. Вот так. Хорошо. Как вы там? Как, Игнатий Тихонович? По милости Божией, как? Как были тогда так? Завтра у нас богослужения. После богослужения собрание. Потом трапеза, обед, а потом занятия. Понятно. Мы были у вас на собрании, да, были тогда еще. У меня было мнение такое, что у вас... Игнатий Тихонович, это, знаете, что... Ну, ну, говорите. Игнатий Тихонович, знаете, мы вот часто смотрим ваш канал, вот все смотрим, это, с сыном. Вот. Я всегда говорю сыну, Игнатий Тихонович, это Божий человек. Надо пример брать. И вот всегда мы вот очень благодарны к вам. Вот. И решили вот с вами сегодня вот... Молодцы, молодцы. Вот Паля, Паля. Сын говорит Паля. И сын Паля. А где это? Ну-ка дай ему, покажи. Какой у нее сынок растет. Ну-ка. Подними, вон там шаминка была. Во. Во, во, во. Вот видишь, как... Принеси кошку наше. Да, да, да. Это, это, да. Вот у нас тоже вот кошка, вот мы взяли маленькой, привезли такого, маленький, Игнатий Тихонович, вот она. Вот так, так. Маленький был, это... Это кошечка была маленький-маленький. Вот, Игнатий Тихонович. Бела зовут, Бела. О, хорошо. Ну, выросла она, такая большая, вот она вот. Так у вас там есть мышей-то ловить будет она у вас? Есть мыши? Не, у нас мышей нет. Мышей нету у нас. Видите, у меня голуби. А где голуби, там зерно, семечки. И поэтому мыши. Они у меня работают. А мы смотрим, а мы смотрим, как вы кормите голубей, там, и все кормите, как птичек кормите, подоконник сыпите зерно. Володя, большое, огромное спасибо, Володя. Вот, Володя, очень много чего у вас делает, там, работает у вас, там, трудится. Вон, молодец, Володя. Так, я хотел спросить, я побоялся даже. Володя, большое, огромное тебе спасибо. Слава Христу. И вашу супругу смотрим, Надежду тоже, этот самый, да. И смотрим, недавно приезжал к вам, это, с военной части, это, сибирская батюшка. Мы все смотрим, все смотрим. Мы ваши подписчики, всегда ставим лайки сынам. И все передают, не только я передаю всем, всем передаю. Нашим знакомым, друзьям, близким, всему Казахстану передаем. Игнатия Тихоновича, вот, Лапкин, вот, Володя. Все передаем, все, вот, что, вот, мы были у вас в гостях, вот, были там на собрании, вот, с сыном. Хорошо. Вы ходили недавно, на 16 этаж поднимались, все, вот, этот самый, дом строился у вас рядом. Да, 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 да. Вот, я покажу, наверное, на этой неделе выставят. Выставят, я отдаю, не сам кое-что закачиваю, отдаю, потому что там отдельными. Как я ходил, рядом этим домом, а потом вокруг обходил и ушел на мост Барнаульский. И там снимал, показал, какой город красивый Барнаул. Да, да, да. Я все видел. Да, да. Мы, Игнатия Тихонович, каждый ролик я смотрю у вас, каждый ролик. Ну, может, не все смотрите-то? Ну, может, не все, но стараюсь. Большую часть. 80%, наверное, я смотрю, смотрим ваши ролики. Ну, вот этот ролик с вами разговариваем, я его выставлю, может быть, к утру уже. Вот, мы очень рады, если вы ставите, пусть смотрит весь мир, весь Россия. Нам нечего скрываться. Мы, Игнатий Тихонович, очень рады со своим сыном Нурсултаном, и я, Абдурахман. Вот. Мы очень рады, что вы ставите нас в интернет. Пусть смотрит весь мир, вся Россия. Нам нечего скрываться. Тогда помните, в прошлом году я еще это говорил, Игнатий Тихонович. Я хотел один вопрос вам задать. Да-да, я слушаю. Вот вас долго нигде не было, а меня про вас спрашивали. Где они, куда? Я говорю, я не знаю. Может быть, им ваши единоверцы запретили встречаться с нами, беседовать? Нет, 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 Игнатий Тихонович, никто нам ничего не запретил. Мы хотим вам скоро, если с вашей разрешения, вы говорите только с вашей разрешения, мы хотим к вам прийти еще в гости. Приходите. Если с вашей разрешения, можем ли к вам приехать? Разрешаем всегда. Вы помните, что летом у нас теперь мы купили несколько домов, и в эти дома теперь как бы перенесли лагерь. Приезжают люди в гости, мы вас приглашаем. Вот с нами связь не теряйте, особенно в мае месяце. Потеряевку? Да, конечно. И сюда. Сюда и потеряевку. Это Потеряевку? Да. Вы нам полюбились очень. А лето все... Понравилось? Я всю лето смотрел, мы Потеряевку смотрели. Как вы оттуда выезжали на газели там. А как рыбу ловили мелкую, видели? Тоже видели, тоже вы рыбачили, да. Все видели. Понятно. Ну вы смотрите, когда вам удобнее будет прийти. Да. Я не знаю, Игнатий Тихонович, вот у вас будет собрание, мы хотим прийти также с Нурсултаном. Хорошо. Я же также Абдурахман. В следующее воскресенье можете прийти. А если хотите, то завтра приходите. У нас собрание будет, но без батюшки. Вот, не-не-не, давайте будет, когда батюшка, мы приедем. Батюшка, вот он съездил в Киргизию, кстати, Киргизию. Вы это интервью брали у него. Вот-вот, вы у него, я как раз брал у него интервью. А вы тоже вопросы зададите. Следующее воскресенье он будет здесь. Он одно воскресенье здесь, другое в Потеряевке. Он все время ездит. Давайте в следующее воскресенье мы к вам приедем. Мы это, я знаю, что к вам надо приехать только с вашей разрешения. Да, я поэтому вам разрешаю. Я вам разрешаю. Когда вы заходите, только позвоните. Низкий поклон. Да, мы разрешаем вам сюда приходить, когда вы пожелаете. Когда пожелаете. Только скажите. А воскресенье? Да, так. Вам разрешено приходить в любое воскресенье. Спасибо. А воскресенье во сколько-то время? Полвосьмого, не позже. Потому что в восемь уже богослужение начинается. Хорошо, Игнат Иль Тихонович, мы к вам приедем с сыном. Да. Вам интересно будет? Потому что у нас будет большое собрание, а потом занятия. Пообедайте у нас здесь. Да, вы у вас обедали в прошлом году. Но. Все вкусно, все постно. Все вкусно. Но у нас сейчас пост идет рождествен. Я знаю, что ваше слово. Да, я ваше слово знаю. Вы говорили, что надо крайне экономно жить. Крайне экономно. У меня пенсия 7 тысяч, 141 рубль, 7 тысяч. 141 рубль, 33 копейки. Все. У меня ниоткуда дохода нет. Вам хватает это на жизнь? Остается. Остается? Да. Почему? Потому что я стараюсь угодить Богу. Слава Господи. Вам, если барана надо, вам можно будет барана купить. У него барана у него есть, овечки у батюшки. И вот у него какой-то доход есть. Давайте мы, да, купим барана, да? Да. Там можете любого выбрать у него. Свой баран будет. Вы знаете, Игнат Тихонович, ваше одно ролик. Говорите. Игнат Тихонович, я смотрел один из ваших роликов. Один из ваших роликов. Вы работали в Нижнем пруду, да? В Нижнем пруду. Мы отдыхали на Южном пруду. На Южном пруду. Там был тракторист. И там Володя снимал. У вас проходил обед на Южном пруду. И вы рассказывали, вы были в Баку. Да. И говорили вы, в Баку, вот все на полу, вот там у них все просто-просто. И говорили, что Лужков куда бы ни ходил, у него там стол и стул, то бы редко все. И говорили, что пост, у нас это серьезный пост. А у мусульманов пост это с утра до вечера пост, а ночью можно целую барану сожрать. Так она и есть, Игнат Тихонович. А я знаю это. Но самое главное, вот я вам не знаю, рассказывал. Да. Когда я был в Азербайджане, в городе Баку, и у нас там знакомая мусульманка, очень хорошая. Она там прямо так, мой отец приехал, мой учитель приехал. Вот она меня. И пошли мы с ней в мечеть. Мы видели этот ролик, мы видели. Видели. Так вот самое главное, я зашел у мусульман, посередине там встал, а там мусульмане сидят, ну а там между намазами. Вот, вот, ребятишки там были. Я зашел на середину на самый, стал креститься, молиться, а потом сделал поклон, как мусульмане, и молился. А когда встал, вокруг меня в три кольца стоят эти мусульмане-то, ваххабиты. Такие серьезные. Но мы поговорили очень хорошо. Очень, очень даже. Они были расположены. А когда мы были при Каспийске, кажется, в Дагестане, и там я книги привез, а библиотекарь был мужчина, мусульманин. Мы говорим, мы сейчас поднимались, на лестнице, на стенке написано, комната для намаза, для молитвы. Я говорю, а можно там помолиться? Она зазаперта. Он говорит, а какой вопрос? Он позвонил, и нам открыли дверь. Мы сразу разулись, обувь сняли, зашли и помолились по-нашему, по-православному. Чтобы Бог дал мир. Чтобы у нас была любовь друг к другу. Чтобы мы знали, что живем не для этой жизни, а для будущей. И все это засняли там у них. Видишь, как Господь делает? Вот говорили, вы поедете в Чечню, там только головы режут. Но мы приехали, нас приняли как родных братьев. Вот где бы мы ни были, вот мы прошли Турцию с той стороны Черного моря. И встречались, с кем-то беседовали, и с детьми встречались, ночевали там. К нам везде относились хорошо. Вот вы говорите, в Чечне были. Я хочу сказать, президент Чечни, Рамзан Кадыров, это самый великий человек. А также наш президент Владимир Владимирович Путин. Нечего жаловаться президентом. Вот я как гражданин Российской Федерации говорю, вот, Абдурахман и мой сын. Вы говорите, вот пенсия вам, и даже остается. Вот, и поэтому мы благодарим нашего президента. Вот, а то, что в Чечне, вот, я вот смотрю, тоже Чечню смотрю, в Ютубе там, все вот, в интернете. Вообще, Рамзан Кадыров, он молодец, он. Он все делает для своего народа. Для нашего, для российской, для Российской Федерации нашей. Вот. Поэтому, Игнат Тихонович, мы не жалуемся. Жаловаться это грех, я так думаю. Да. Мы были в Чечне, в Грозном. И я заехал к ним туда, на машине мы заехали. И я ему подарил свои книги, Рамзану Кадырову. И от него получил благодарность на бумаге. Правда? Да. И мы каждый день молимся и поминаем его. Господи, благослови Владимира, это Путина, Медведева, это Дмитрия-то, и Рамзана. Поминаем Амана Тулеева и этого Эрдогена Турецкого. Мы поминаем слова их, словами называем. Что Бог дал мир Израилю, России, Украине, Сирии. Ну, президент Турции Эрдоган, он понял, может быть, свою ошибку. Я не очень-то в политике. Он просил извинения у нашего президента Владимира Владимировича Путина. И поэтому у нас сейчас, в данное время, в России и в Турции у нас хорошие отношения. И дай Бог, чтобы было не только с Турцией, и со всем миром, чтобы у нас было все хорошее отношение. Да. Ну, мы молимся об этом, чтобы Бог дал мир. Мир на земле и в человеках благоволения. Слава Вышних Богу. Это на Рождество ангелы пели так. На Рождество, когда они явились ангелы у пастухов, когда Христос родился, и пели слава Вышних Богу, на земле мир, а в человеках благоволения, чтобы люди везде расположены были друг к другу. Понятно. Игнат Илья Тихонович, следующее воскресенье мы к Вам приедем в гости. Да. Следующее мы ждем Вас. А батюшка будет в Потеряевке? Он в Потеряевке завтра будет. А в следующее воскресенье будет здесь. А вот, а на лето, когда я поеду туда, в июне я буду в Потеряевке, и Вы, я Вам маршрутку дам, скину вот сейчас маршрутку, чтобы Вы сами могли к нам приехать. Вот. Пускай Нурсултан у нас отдохнет. Спасибо, Игнатий Тихонович. Спасибо, спасибо Вам. Низкий поклон, Игнатий Тихонович. Спасибо. А вот Нурсултан учится в 40-й гимназии на профинтерной. Вот. Хвалит пока учителя, директоры хвалят вот у нас. Молодец. Молодец. Ну, Вы меня успокоили. Я подумал, что Вам Ваши отечественники пригрозили, чтобы с нами не встречались. Нет, нет, нет. Игнатий Тихонович, никакой границы нету к Вам. Нету. Бог един. Мы все под одним Богом. Бог. Никто. Ну, Султан. Султан. Да. Это Господь так делает. Мы как-то... Нет, нет, нет. Продукты закупаем для лагеря. Когда лагерь-то был. Ну, и надо было купить урюку. Урюк. Яблоки сушеные там. Ну, и пошли там на базар и договорились с одним, какой-то казах. И мы говорим, он говорит, а сколько Вам надо? Да, да, да. Я говорю, а сколько у Вас? Я говорю, он продает килограммами. Я говорю, 10 мешков. Мешки. Большие там. И он сам привез сюда. И поговорили. Я говорю, если Вас будут где-то преследовать, гнать, Вы помните наш адрес. Вы у нас найдете убежище. Приют. Игнат Тихонович, в воскресенье к чем Вам приехать? С пустыми руками как-то неудобно. О, нет, не надо ничего. Курву, яблоку можно брать? У нас все есть. Не надо ничего. Просто приходите и все. Я знаю, у Вас все есть. Все, не надо, не надо. Вы говорили, Вы богатые, не стекли. Игнатий Тихонович, Вы говорили, богатые не деньгами, а богатые душой. Да, Бог с нами. Мы любим. Господь Христос за нас умер и искупил нас. И поэтому мы уже себе не принадлежим. А умершему за нас и воскресшему. Поэтому у нас день так и называется. Воскресенье, что Христос воскрес. У нас смеются иногда рассказывать. Понятно. Русский человек идет в Татарстане. И говорит, поздравляет татарина. Христос воскрес. А тот не знает, что ответить. И говорит, ай, Христос, молодца. Игнатий Тихонович, ладно, до воскресенья мы не прощаемся. Дай Бог, дай Бог. Дай Аллах, мы увидимся. Воскресенье с вами. Спасибо, Христос. Ну все, тогда отходите. Еще раз. Так, что-то еще вопрос есть. Игнатий Тихонович, еще раз хочу вам сказать. Нет, я еще, да, есть вопрос. Еще хочу сказать. Нам никто ничто не запрещал. Вы нас не теряете. Мы вас любим. Мы вас любим, ценим, смотрим. Все. Володя, еще раз привет тебе. Абдурахман, а почему так долго-то вы не звонили-то? Долго не звонили-то? Ну мы все смотрим, смотрим, все смотрим. Но была работа, работа. Вот. Ну ладно, ладно. Я сейчас не отходите, как вот погаснет экран. Я вам сброшу маршрутку на всякий случай. И вы на бумагу запишите это. Мало ли еще, интернет, говорят, могут отрубить. Ютуб могут закрыть. Сколько время пугают. А тогда будет трудно по скайпу разговаривать-то. А хорошо. Все. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну все тогда, да. До свидания. Слава Богу, Господи. Мы увидимся снова Аллаху. Аллилуйя. До свидания. Давайте, отвечайте. Спасибо, до свидания. До свидания.